Бывший футболист сборной России Петербургского Зенита Андрей Аршавин развелся с журналисткой Алисой Казминой. Вместе они были больше семи лет, а свадьбу сыграли только в 2016 году, когда Алиса была уже беременна. Реклама новость о расставании подтвердила сама журналистка, отметив, что развелись они уже давно. По словам женщины, она устала от разгульного образа жизни Аршавина и от его постоянных измен. В новом интервью, которое дала Алиса, она обвинила экс-футболиста в легкомыслии, отметив, что он совсем не думает о детях. В браке у Аршавина с Казминой родилась дочь Есения, также супруги воспитывали двоих детей девушки от первого брака. После расставания Аршавин совсем не интересуется жизнью своего ребенка, не общается и даже не выходит на связь. У экс-футболиста новые отношения. Аршавин ушел из семьи после того, как в его жизни появилась новая любовь, 21-летняя Карина, которая работает в одной из авиакомпании. Аршавин, который в 2018 году закончил футбольную карьеру, вернулся в Санкт-Петербург из Казахстана, где выступал за Кайрат. Одну из ночей после своего возвращения он провел в стриптиз-клубе, а потом устроил своей спутнице прогулку на лошади, за которую впоследствии не заплатил. Жаль, что в свои 37 лет он ведет себя как пацан, может еще включиться здравый ум. Сейчас он в раздрае, меня и дочки как будто не было в его жизни. Влюбился, встал и пошел, для него ребенок — это секс, а менять спутниц — обычное дело. Наверное, там уже новая романтика коньки, отели, прогулки, рассказала Казмина в интервью Стархиты. Казмина знала, что Андрей изменяет ей, и даже рождение ребенка ничего не изменило в поведении спортсмена. Как поделилась Алиса, пока она жила с дочерью в Испании, экс-футболист имел отношения с моделью Екатериной Ямщиковой, которую одаривал дорогими вещами. Но все попытки Алисы сохранить брак и отношения ни к чему не привели, супруги подали на развод. В связи с этой ситуацией нужно вспомнить, что со своей гражданской женой Юлией Барановской футболист тоже расстался со скандалом. Аршавин оставил бывшей супруге троих детей, в воспитании которых сейчас не принимает участие. От Юлии Андрей ушел, когда та была беременна третьим ребенком. Недавно Барановская опубликовала автобиографию, которая рассказала о том, как ей жилось в гражданском браке с именитым футболистом. Жизнь была вовсе не сладкой, имели место измены и побои, и даже изнасилование, написала девушка. Аршавин хотел сохранить свои отношения с Барановской, но сам неоднократно поднимал на нее руку, а также не скрывал своих измен. По словам Юлии, футболист также нередко приходил домой в нетрезвом состоянии, был неадекватен. «Имело место изнасилование, о котором Барановская не заявила в правоохранительные органы, потому что не хотела ставить крест на футбольной карьере гражданского супруга. Я тогда его пожалела, если бы я вызвала полицию, то это поставило бы крест на его футбольной карьере на всю оставшуюся жизнь. А вот почему я его пожалела после такого, я не знаю», — рассказала она в автобиографии. «За 9 лет отношений у пары родилось трое детей, которые сейчас живут с матерью. Аршавин о своих детях и знать ничего не хочет. Вы считаете, что можно называть папой человека, который абсолютно осознанно не общается со своими детьми 5 лет? На мой взгляд, для такого поведения нет и не может быть никаких оправданий и объяснений. Отец — это прежде всего ответственность, а не просто строчка в свидетельстве о рождении. Но это выбор каждого», — писала Барановская в своем инстаграме. Сам Аршавин после развода с Казьминой ведет привычный образ жизни. Он работает на телевидении, а недавно стало известно, что бывший футболист полетит на сбор с «Зенитом-2», главный тренер которого на сегодняшний момент Владислав Радимов. Команда выступает в «Алимп», футбольной национальной лиге, ФНЛ. Аршавин будет тренироваться с командой для того, чтобы молодые игроки петербургского клуба получили опыт, который может передать им именитый игрок. В свободное от работы время Аршавин будет тренироваться с «Зенитом-2». «Мы уже обо всем договорились», — Андрей сказал, приду с удовольствием. «Аршавин ведь может не только объяснить какие-то нюансы на поле, но и все показать. Пацаны получат бесценный опыт», — поделился Радимов. Другие новости и материалы можно посмотреть на странице «Хроники», а также в группах отдела спорта в социальных сетях Facebook и ВКонтакте.